Привет друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! В один прекрасный день моя девушка кардинально поменялась. Я не мог понять, что же произошло и что именно стало катализатором. Она стала очень скрытной, у нее появились какие-то свои дела, в которые она меня не посвящала. Также моя девушка втайне от меня куда-то ходила и стала очень грустной. Так продолжалось почти две недели. На все мои вопросы она почти не реагировала, а просто бросала обычные фразы. И вот в один прекрасный день моя девушка пошла на встречу с подругой в кафе. Она запретила мне ее провожать, что опять же меня удивило и пообещала, что скоро вернется назад. Так я прождал ее больше часа и решил позвонить, чтобы узнать все ли хорошо и когда она вернется домой. Мы пообщались несколько минут и я сказал, что люблю ее и что дома ждет ее ужин. Во время разговора я включил динамик на телефоне, поскольку был на кухне и было очень шумно. Сковорода на плите скворчала. Вот мы попрощались, прошло две секунды и я слышу голос ее подруги. И когда ты планируешь ему все рассказать? Я понял, что моя девушка забыла выключить телефон и я могу слышать весь их разговор. Я быстро выключил плиту, взял в руки телефон и стал как статуя, прислушиваясь к разговору на той стороне провода. Моя девушка ответила, что не знает, как мне об этом сказать. Сказала, что боится, что я ее брошу. Подруга стала успокаивать ее, говоря, что я ведь порядочный человек и она же меня хорошо знает. И так получилось, что следующие пять минут полностью перевернули мою жизнь. Я узнал, что скоро у меня родится ребенок. Но девушка не решает мне сказать о беременности, потому что не уверена во мне. Я ведь до сих пор не сделал ей предложение. Меня осенило. Я быстро собрался и побежал в цветочный магазин. Купил самый большой букет роз, который там только был. Дальше сел в авто и поехал в ювелирный. Выбрал кольцо и помчал в кафе, где они сидели с подругой. Слава богу, я знал, где они сидят. В общем, ворвался я в кафе, подхожу к своей девушке, становлюсь на одно колено и протягиваю ей кольцо. Я попросил стать ее моей женой и сказал, что все знаю о ребенке и безумно счастлив. На мое предложение она сначала разрыдалась, а потом согласилась и крепко обняла. Теперь мы уже семья. Дружная семья и у нас двое детей. И я безумно благодарен судьбе за то, что в тот день моя любимая забыла выключить свой телефон. Я бы, наверное, еще долго не решился на создание семьи. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в инстаграм и фейсбук. Ссылки в описании.